Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». К нам поступил следующий вопрос. Почему Бог гордым противится, и в чем это проявляется? Мы с вами находим цитату, которая была приведена в вопросе, в послании апостола Иакова, в соборном послании. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Давайте с вами разберемся, в чем гордость и в чем смирение. Что такое вообще смирение? Мы иногда в молитвах даже говорим «Смиренного меня, раба твоего». На антиминцах архиерей при освящении храма пишет «Смиренного митрополита, архиепископа или епископа такого-то». «Божью милостью смиренного». О чем же здесь идет речь? Что такое смирение? Смирение — это дело. Это не состояние самоуничижения или недовольства самим собой. Смирение — это дело. Так вот, если ты принимаешь то, что с тобой происходит, если ты принимаешь свое положение, например, в обществе и так далее, так, как оно есть, то это и есть смирение с этим положением. Более того, смирение является еще и добродетелью и вообще жизненным кредо. Смирение — это трезвое отношение к самому себе, когда человек понимает свои плюсы, свои минусы, отрицательное и положительное в своей жизни. И в зависимости от этих параметров действует, в зависимости от этих параметров живет. Когда он не строит каких-то иллюзий о себе. Вот это и есть смирение. И смиренный человек готов воспринимать все то, что Господь ему посылает. Смиренный человек готов воспринимать мир вокруг него как урок, как обучение, как действие Божие. Гордый же человек для себя строит определенную картину. Он хочет видеть себя только таким и никаким другим. Он не воспринимает голос Божий, он не воспринимает действия Божие в его жизни. Для него самое главное — это он сам. И, конечно, как дать благодать человеку, как жить в благодати, имея какую-то непомерную гордость. У нас у всех, конечно, она есть в той или иной мере. Но главное, чтобы, конечно, смирение, мы хотя бы действовали в рамках смирения. Действовали, старались гасить в себе гордостные проявления, тщеславие. Искали трезвого отношения к самому себе. Убегали самообмана и самообольщение. Молитва фарисея, какой бы она красивой и правильной ни была, он ведь действительно по нравственной жизни лучше был и мытаря, и кого угодно. Но мытаря молитва была оправдана пред Богом. Мытарь был оправдан через это, через его смирение, через его признание за собой своих согрешений. Дорогие друзья, я всем желаю нам смирения. И всем желаю нам, чтобы благодать Божия была в нас. А благодать — это не какой-то луч, который в нас попал и в нас задержался. Благодать — это течение реки. Это как... Знаете, есть разница между мертвой и живой водой. В Священном Писании употребляется это. Живая вода. Живая вода — это текучая вода. Она мертвой, она в озере, в пруду. Она обычно была очень грязной, и, соответственно, пить ее было нельзя. Это могло привести к определенным заболеваниям. Так вот, благодать — это нахождение вот в этом непрерывном действии Божии. Это действие. Поэтому я желаю всем нам приобрести смирение, а через это смирение — дар Божий, благодать его. Храни вас Господь. До новых встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.